Приветствую всех зрителей моего канала. Меня зовут Анастасия Першина, я художник-смоленист. Это видео будет практическое. В нем я покажу вам процесс заливки подставки или подстаканника, называйте как хотите. Работать мы будем на смоле производителя Капет. Эта смола производится в Армении. В их линейке есть две смолы по вязкости, это жидкая и средняя. Густой пока нет, но, как заявляет сам производитель, скоро она тоже появится. Заливку будет производить в молде от Art Long с кристаллическим краем. Углубляться в процесс и объяснять все нюансы в этом видео я не буду, просто посмотрим на красивую заливку и на сам процесс работы. Поехали! Для данной заливки я использую две смолы по вязкости. Это жидкую и среднюю производителя Капет. Общий состав у меня 160 грамм на данный молд. Это 90 грамм средней смолы и 70 грамм жидкой смолы. Красители я использую от производителя ResinArt. Замешиваю в жидкую смолу черный краситель. Затем я беру и замешиваю также в жидкую смолу краситель серии Perl перламутровые Sea Wave и белый краситель также в жидкую смолу. Начинаю заливку с черного цвета. По ободу кристаллического края я начинаю вливать черный краситель. Это у нас жидкая смола, окрашенная черным красителем. Если краситель наш сойдется, это ничего страшного, мы его потом раздвинем другими цветами. Далее берем также жидкую смолу с белым красителем и вливаем ее в середину нашего молда. Не забудьте выровнять вашу поверхность обязательно, чтобы смола не утекла в одну или другую сторону, а также почистить молд от пыли и грязи перед началом заливки. Теперь также в серединку молда мы вливаем перламутровый краситель. Затем берем стаканчик со средней смолой, перемешайте ее прежде чем вылить в молд и вливаем смолу также в середину молда. Заполняем полностью весь объем. Оформляем серединку подстаканника, стараемся сделать это побыстрее, пока смола еще не стянулась. Можно использовать различные блестки, глиттеры, натуральные камни. Это уже все на ваш вкус, как вам больше нравится. И теперь быстро прохожу горелкой, не задерживаясь на одном месте до долго. Оставляем заливку на 24 часа и затем на следующий день производим демолдинг. Если вы хотите научиться изготавливать изделия, работать с эпоксидной смолой, то я приглашаю вас на свой онлайн курс «Все о смоле от начала без конца». Наш курс рассчитан как на начинающих мастеров, так и на тех, кто уже имеют опыт работы со смолой. Если вы захотите приобрести курс, ссылку на свой инстаграм я оставлю в описании под этим видео. Напишите мне там, и я расскажу вам подробнее. А если вам понравился этот ролик, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, и я буду снимать для вас еще больше интересных и полезных видеороликов. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч!